Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Что, перешкажая, о предпринимательской деятельности, и какие пропоновые выказывают гомельские ИП, доведался Олег Синтеров. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Нельзя сказать, что у правлений Аббаспожил Союза, якому належит центральный рынок, да проблем индивидуальных предпринимательников относится обаяково. Каб сменшить их выдатки, тут вы решили значительно снизить кошт аренды гандлевых местов. На том же другим по версии гандлевого центра, например, за квадратный метр, что месячно, теперь необходимо платить. Усяго 48 тысяч рублей. Это прикладно у 15 разов меньше, чем у приватном гандлевом центре, что находится побоч. Хочу сказать, что за 2015 год мы 6 раз снижали аренду ставку по просьбе предпринимателя совместно с ОПОТРАПСОЮЗом, собственником. Мы идем предпринимателям на встречу. То есть мы никому не отказали по снижению аренды ставки на сегодняшний день. И уже обращались в январе месяце 2016 года, мы снова снизили арендную ставку, но в среднем от 10 до 20 процентов. По даденных администрации Гомельского центрального рынка ОПОТРАПСОНЫЕ ДНИ означается тенденция вертания предпринимателям на просьбе мест. Сами ИП кажут, что яны не супрось одновить работу, а ли законодавство необходимо конкретизовать. На то же детячее однение, саправдой, необходимо иметь сертификат, а ли есть речи, якими можно было бы гандлевать и без его. Есть необходимый товар. Это бельевая, может быть детская, но такое, как куртка, как пуховик, сумка, чемодан. Зачем на это сертификация? Я считаю, что это лишняя работа. Люди не хотят заниматься аферами, они хотят торговать честно. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Далегация из ирландского города Корк наведывая Гомельскую область. Увагу ли супрационницу Беларуси и Ирланды 30 годов, а ли у таким великим составе гости приехали у першыню. Сегодня яны сустрелись с героинистом Гомельского гарвы конка, мы обмерковали выники суместной работы у гуманитарной сферы. Сустрыша пошла с правитальных слов двух мэров – Гомеля и Корка. Петр Керышенко рассказал гостям об основных исторических вехах Беларуси и упрыватности Гомеля. Обтым яка дрожали областный центр после Великой Чыны, и каким ударом стала Чернобыльская катастрофа. Дарыши Ирланды – одна из первых краин, яка 30 годов тому начала оказывать гуманитарную допомогу потерпелым районам Гомельской области. За этот час было сделано шмат. Так, на оздоровление у Ирланды побывало свыше 25 тысяч белорусских детей. И еще один накерунок доброшенной деятельности – потребка семью, які выховывают приемных детей альбо инвалидов, и допомога детям, які мают потребу в паліативном догляде. А кроме того, Ирландский БОК спонсировал для маленьких пациентов с сердечными патологиями проведение шаргу операций у кардохирургичным центры в Минску. Усяго за 30 годов Ирланды оказала гуманитарную допомогу нашей краине на 100 миллионов евро. У плане визиту гостей – наведывание Йельского района и поездка у Чарнобыль. Их это не просто экскурсия. Ирланды опрымают финансовую делу в буддавництве нового царкофагу для атомной электростанции. «Ирландия заинтересована в том, чтобы увидеть, посмотреть все своими глазами, увидеть саркофаг. Они также заинтересованы посмотреть, какие работы ведутся на сегодняшний день в Чернополе. Потому что Ирландия – одна из немногих стран, которая также везет финансовую поддержку нового сооружения, сооружения нового саркофага. И на сегодняшний день они уже финансировали порядка полутора миллиардов евро». У Гомельской области по выниках минулого года в поравнании с 2013-м назираются снижения у всех показчиков, який характеризует стан аварийности на дорогах в области. Такая информация была огучена сегодня на брифингу областной джаутоинспекции. Яугин Поболовец, Володая, под обязанностями. «Так, колькость дорожно-транспортных здоровья изменилась на 58. Колькость загинувших на 14 человек, травмированных на 57. Наибольшие складаны остановившие у Гомеля, Гомельским, Мазырским и Петриковским районах в области, где зафиксованы узрост показчиков. Основными причинами авары заявлялись о перевышении худкости и кировании у нецверозом стане. Особная увага надавалась о ликвидации так званых конфликтных кропок. До приклада, пропускная сдольность в улице Кирова у Гомеля после ее реконструкции истотно полепшилась, скоротилась и колькость дарынив. В 2014 году с сентября по январь месяц было совершено 40 дорожно-транспортных происшествий мелких, где просто пострадали, получили, вернее, механические повреждения транспортные средства. За 2015 год и январь 2016 года произошло всего лишь 9 мелких дорожно-транспортных происшествий. В 2005 году была переглядена державная политика в относинах к добеспеке на дорогах. Миновата с того часу на дорогах краины заявилися лежачие полицейские. На законодавшем узровне заявилась отказность за отсутность на одзенню темный час суток фликеров. Концентрация алкоголя у крови водителя стала допушальной у померы 0,3 промилле, ранее было 0,5. Гэты и инши меры дозволили за 10 годзе серьезно скоротить колькость дарожно-транспортных сдарынив, а так само колькость людей, которые загинули на дороге. Минулий год стал особливым. У регионе отзначено снижение всех покажек, что характеризует стан аварийности на дорогах в области. То, что касается задач на 2016 год, перед сотрудниками госавтоинспекции они определены, были подведены все итоги работы нашей деятельности за 2015. И определены задачи, первое, что, конечно же, для создания максимальных условий для участников дорожного движения, это сокращение уровня погибших происшествий, это же, конечно, повышение безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения, тесное взаимодействие с органами власти. За 10 годов колькость ДТЗ по краине сменшилась с 890 до 552. Загинуло в два разы менее людей – 103, супраць 201. Как свержают специалисты, по узровне здоровья на дорогах, мы зараз наблизились до лишбов, которые фиксовались еще в 60-е годы минулого стагодия. А лишь нельзя поравнять колькость автотранспорта тогда и зараз. Это и есть выники работы закона. Евген Поболовец, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». 15 лютого в Минску отбудется финал конкурсу «100 идей для Беларуси». Там свои инновационные проекты будут презентовать и представники Гомельской области – переможцы регионального этапа. Як лепш подать свои идеи потенциальным инвесторам, как досягнуть поспеху, им рассказали по шаст тренингу в бизнес-школе. Петр Боровых з'является консультантом и советником по инвестицийных стратегиях. Працуя у Нью-Йорку. На его думку, как продать проект, хапая усяго десяти слайдов. Гэтага достаткова, каб раскрыть усеба, ки бизнес-идеям. У ЗША таки способ представления проекта инвесторам довольно распаусюджаны. Сам эксперт ведая, об чим говорась. Гэта методика не разды помогала яму знасти гроши для уластных проектов. Причим, пады ходить таки способ презентации як для бизнесу, так и для социальных идей. А пошних, дарычу, в финале конкурсу стоит и для Беларуси Каля Половы. План презентации из десяти слайдов, чем он хорош? Тем, что он абсолютно может использоваться во всех сферах, для всего, для чего угодно. Социалка, бизнес-идея, чтобы получить инвестора, бизнес-идея, чтобы получить партнеров, презентация себя, чтобы получить работу. Если не существует бизнес-модель для социалки, пожалуйста, просто покажи, как ты можешь, в пятом слайде, допустим, просто покажи, как ты можешь затронуть больше объем людей, как ты можешь их заинтересовать, какие у тебя выходы, какие у тебя маркетинг-каналы. Провести презентацию, складенную только с десяти слайдов, у стислый час и при этом расслумачить инвестору, чому ваш проект, самый важный, актуальный и головный пробытковый, не просто, а ле махчыма. На экран выводится только самое головное, остатнее падается на словах. Прыклады только реальные. Презентации вядомых и поспяховых компаний дозволяют слухачам «Леп ж зразуметь, я гэта працую», разбирают и их проекты. Парады специалиста пойдут на корысть. Самая основная вещь – определить проблемы, которые будет решать мой проект. И как раз услышал здесь пару очень дельных советов, пару дельных и конкретных советов, которые помогут мне в будущем, наверное, справляться с этими вопросами гораздо быстрее. Максим Савин, Олеся Рудзянкова, Валера Игапанько, Телерадио, компания «Гомель». Зарушальные перстенки, каравай, душенные веншавания и традиционная горка. У «Гомеля» отбылась у Рашисты регистрация золотого юбилея веселия семьи «Хорт». Запляшимы Светланы Александровны и Владислава Леонидовича 50 годов счастливого суместного життя. Учим сокрытых вечно молодого почуття каханья, яко с годами только мацнее, высветляла наш корреспондент Вероника Ворошилина. Не просто прожить разом полстагодия, а прожить их душа у душу отрымливается у немногих. Светлана Александровна и Владислав Леонидович Хорт, не глядячи на розные перепятые життя, вздолили захавать головные умовы счастливого шлюбу, взаимное кахание и повагу один до одного. И это бадает одно из наибольшь значных и суместных досягнений за опошние 50 годов. Мы очень счастливы, понимаете, это для нас как-то волшебная сказка, потому что мы немножко даже гордимся собой, что наши сердца в унисон били столько лет. И благодарны, конечно, судьбе, что жили до свадьбы золотой. Заручальные перстенки, каравай, душевные веншавания и традиционная горка. Регистрация золотого веселья небо перенесла юбиляров у 1966 год. Калияны так само светились о счастье, и в аурачистой атмосфере побольше с родными, близкими и сябрами замыцевали свой союз вузами шлюбу. С тех часов минуло полстагодия 50 счастливых и радостных дён життя, якие Светлана Александровна и Владислав Леонидович за усёд вспоминают с пяшчотой. Нам было всегда вместе очень интересно. Мы никогда не скучали рядом с друг другом. То есть нам всегда хотелось с работы бежать домой. Были опорой друг до друга. Делили все радости и горести вместе. Я благодарен судьбе, что я встретил её. Вот и прошёл этот вместе с ней путь, рядышком. Построили дом, родили двух дочек, дождались внуков. И даст Бог дождаться и правнуков. Золотые юбиляры лишат, что шастя человека у семьи и у любимой працы. Владислав Леонидович працавал в системе сельского будовництва до родового инженера, до начальника объединения. Свой опыт передаёт онукам у Владиславу и Леониду. Светлана Александровна больше за 40 годов отдала педагогичной справе. Выкладала химию у школе-интернате. Зараз это училище Олимпийского резерва. Двенадцатую педагогу у семьи протягивают обедзвідачки, а внучки Мария и Галина вучаться на выкладчиках. Многие выпускники Светланы Александровны досягнули великих вышинь у выбранных ими профессиях, а не которые новотособиста приехали повеншовать своего былого наставника золотым веселем. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, бодрости духа, душевного какого-то спокойствия. Дай Бог здоровья ей и всем нам. Побыть у него на бриллиантовой свадьбе. Светлана Александровна и Владислав Леонидович уповнены формула поспеху счастливой семьи, терпении, повага, взаимопотримка и допомога, умение соступать один-одному. Шлюп – это прац, якую треба выконовать что дня, прышим разом, плячо-плячо. А суместная переодолень и житёвых пирожков только у мацовой семью и робит соправдное почуте ясчэ мацней. Я желаю всем молодым, чтобы они любили, берегли друг друга, чувствовали опору всегда и уступали друг другу. В жизни бывает всё, и поэтому надо стремиться, чтобы меньше было всяких этих казусов, и идти достойно своей дорогой, столько, сколько накануна Всевышним. Вероника Врашилина, Игорь Марышченко, телерадоакампания «Гомель». На этом выпуске завершено, студия працавала Маргарита Швукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин